В Жлобине живет женщина, которая родила и вырастила 13 сыновей и дочерей. В Добружском и Мозырском районах есть семьи, где растет по 11 детей, в том числе приемных. Всего же в регионе более 16 тысяч многодетных семей. Орденом матери награждены 1440 женщин, около 80 в этом году. Сегодня, в День матери, наши корреспонденты расскажут о том, какими правами и льготами могут воспользоваться мамы Беларуси. А жители Гомеля поздравят своих любимых мам с этим замечательным праздником. День матери наша страна отмечает в 23 раз. Самое главное для женщины-матери – это здоровье детей, моральная и физическая поддержка семьи, помогать стремиться и государство. Это выплаты при рождении ребенка, трехлетний декретный отпуск, материнский капитал, льготные кредиты на строительство жилья, дополнительные свободные от работы день в неделю. Женщины-матери, согласно трудовому законодательству Республики Беларусь, действительно имеют определенные льготы и гарантии, которыми они имеют право воспользоваться в период осуществления трудовой деятельности. Например, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, они не могут быть направлены нанимателем служебную командировку, не могут быть привлечены к работе в выходные дни, в праздничные дни, в государственные праздники. К работе в ночное время женщины, которых детки до трех лет, привлекаются только с их письменного согласия. А вот тоже мамы, которые имеют детей в возрасте от трех до четырнадцати лет, они направляются как в служебную командировку, так привлекаются к работе в выходные дни, к сверхурочной работе, только с их письменного согласия. Если мама многодетная, и если у нее трое и более деток, либо ребенок-инвалид воспитывается в семье до восемнадцати лет, то такая мама имеет в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на один свободный день в неделю с оплатой в размере среднедневного заработка. Сейчас готовится новая редакция Трудового кодекса, где не только мамы, но и отцы получат дополнительные льготы и возможности. Что касается существующих, то в зависимости от количества детей белорусские матери имеют право и на целый ряд преференций со стороны государства. Кроме того, Беларусь – одна из немногих стран, где мать может не выходить на работу три года после рождения ребенка и при этом получает ежемесячное пособие. При рождении первого ребенка женщина получает единовременную выплату свыше двух тысяч рублей, при появлении второго и последующих – около трех тысяч. А когда на свет появляется третий малыш, имеет право на материнский капитал в размере десяти тысяч долларов. С 2015 года введена кардинально новая для нашего государства мера поддержки семей с детьми – это семейный капитал. Семьям при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей предусмотрена единовременная безналичная денежная помощь в размере десяти тысяч долларов США. Местными исполнительными распорядительными органами с января этого года принято 1260 таких решений. Всего с начала действия этой нормы, то есть с 2015 года, открыто 9 350 депозитных счетов на сумму 93,5 миллиона долларов США. Воспользоваться средствами семейного капитала семья сможет по достижению ребенком, в связи с которым у него возникло право на значение семейного капитала 18 лет. Наверное, одно из самых ощутимых направлений государственной поддержки – помощь многодетным семьям при строительстве жилья. Она оказывается согласно указу номер 240. Если в семье трое несовершеннолетних детей, государство компенсирует проценты по кредиту и основной долг на 95%. Если четверо и более – на 100%. В Гомельской области в этом году жилищные условия улучшили свыше 1200 многодетных семей. Всего в регионе проживает около 16 тысяч семей, которые воспитывают троих и более детей. Ежегодно их количество увеличивается в среднем на 9%. В Гомельской области осуществляется строительство 59 таких домов. 22 дома будут введены в этом году и 37 домов будут введены в следующем году. Это порядка 5000 квартир. В Гомельской области в прошедшем году на свет появилось около 16 тысяч детей. Тенденция последних лет такова, что женщины все чаще стали рожать второго и третьего ребенка. Если в 2005 году на долю первенцев приходилось почти 57% от общего числа родившихся, то в 2017 году первыми у мам родилось 38% детей. Пятыми по счету и более в области родилось 350 детей. Вот и получается, что этот праздник касается каждого. Хоть нельзя сказать, что он очень популярен и широко празднуется, но главное, другое, день матери, еще и хорошая возможность по телефону или лично сказать своим родным людям о том, как сильно мы их любим. Я безумно ее люблю и желаю ей крепкого здоровья и всего самого хорошего. Желаю, самое главное, крепкого-крепкого здоровья. Мы тебя все очень сильно любим, чтобы ты всегда улыбалась. Успехов, здоровья. И я очень сильно люблю. Здоровья, всего самого хорошего. Хочу поздравить свою маму, ну и вообще всех матерей нашей Беларуси и города Гомеля с Днем матери, потому что мама у каждого человека одна. Маму нужно любить, ценить и уважать. Марина Джалая, Валерия Гопанько. Новости недели.